я вас приветствую находимся на новом объекте замечательный двор-колодец хочу в первую очередь показать вот эту вот красоту то есть наверное кто-то когда это делал испытал какие-то творческие кто-то испытал творческий экстаз от этого я думаю так заходим в парадную но не похоже это на парадную это конечно какой-то аддог и еще постоянно-постоянно журчание заменена чугунина на пластик поэтому очень хорошо журчит постоянно сколько захожу все время журчит и запасок соответствующий несмотря на то что 6 этажей лифта в данной парадной нет так друзья сейчас находимся в квартире квартира у нас в районе 45 квадратных метров было она двухкомнатная интересно то что я здесь ни разу не был когда был сделан полностью демонтаж то есть несколько раз приезжал здесь еще была такая жилая квартира вот буквально за пару дней до начала работ заказчик самостоятельно все до разобрал так мы видим прекрасный такой аппендикс выпирающий с другой квартиры то есть это санузел полностью деревянный и смежная с другой квартиры деревянная стена так на объекте много досок ну материалы заказывались без вскрытия то есть со слов заказчика даже профлист заказывался я не видел шаг балок то есть там была открыта одна комната здесь балки не были видны но заказчик до этого их видел сказал что шаг одинаковый поэтому исходя из его слов был заказан профлист так сейчас у нас первая задача переделит сантехник будет менять эту красоту то есть у нас видите труба уходит получается стояк в той квартире транзитом идет здесь и уходит в эту квартиру сейчас задача все это дело переделать посмотрим как это все будет сделано пока у нас на постаменте только мраморный друг остался так и здесь тоже стояк под замену здесь даже уже сделано штроба но не знаю сейчас это будет делаться или уже после стяжки все утро жду профлист материалы сейчас все должно привести привести и начнем так еще здесь уже разложены материалы заказчика были николай готовьте сейчас будет hype и hate значит помимо оставшегося мусора сюда также уложенных ковры и даже матрас вот такая звукоизоляция вот сейчас все скажут это не профессионально желание заказчика закон все позови петрович встречать так закончили свою работу с сантехник сантехники заменили чугуни но вот к соседям к сожалению это одни соседи за другие к тем соседям попали ну там решили не трогать там все плохо тех соседей вообще нет дома поэтому поменяли только вот в квартире пластиковую часть сделали выход на раковину на инсталляцию и тут будет санузел это выход на трап все по вазе принято решение пока не опрокидывать трубы потом все будет сделано через потолок более здесь переделать стояк надо в общем есть чем заняться так теперь непосредственно приступаю к работе я единственное это матрас я про него долго думал мне даже снился немножко с одной стороны это меня конечно же веселит с другой стороны я не могу себе позволить оставить его здесь все таки это как как никак органика да что-то внутри кто там уже живет неизвестно поэтому николай простите но я понимаю что возможно это было какое-то ритуальное захоронение но нет так нельзя поэтому с матрасом мы поступаем как поступаем заложим все минватой все остальное все нормально касаемо ковра кстати ковер синтетический поэтому ему ничего не будет то есть ковер можно похоронить а матрасик нет все сейчас ликвидируем матрас начинаем наращивать балки перепад у нас 10 сантиметров а и а и и и и и и и Так, сделаю небольшую паузу. Не люблю респиратор, остаются следы после него, и лицо грязное. Но в данном случае использовал респиратор, потому что, спасибо заказчику, разложил минвату, поэтому дышать тяжко без респиратора. Так, что сделано? Нарочные сибалки, в общем-то все видели. Сейчас пробегусь, давайте покажу. Как и говорил, перепад у нас приличный. Доска здесь на объекте 2 см. Ну, соответственно, по 5 досок это 10 см. Подпорочки, подпорочки. Здесь тоже упор сделан. Нарочены все балки, за исключением крайней. Сейчас покажу. Здесь, видите, уже металл. Металл, то есть, это вот места максимально высокие. Здесь, видите, меточка, вот отсюда будет наращиваться доска дальше. Вот, а здесь тоже уже профлист будет к металлу. Поэтому на входе получится небольшая ступенька с парадной, порядка там 1-2 см. Ну, иначе не сделать стяжку. Так, что у нас из новенького по инструментам? Так вышло, что разошлись опять все пилы по всем объектам. Плюс в ремонте. На даче забыл лобзик и торцовку. И накануне понял, что у меня нет с собой ни одной пилы, кроме ручной. Можно ручной, ведь. И хотел было уже купить новую пилу. Но тут вспомнил, что давно хотел попробовать отрезной диск 125 на болгарку. И, собственно, его взял. И, вы знаете, у меня было какое-то предвзятое отношение. Думал, что это сильно опасно, но нет. Вполне рабочее решение. Стоит диск 500 рублей. Для отреза досок очень даже хорошее решение. Ну, единственное, взял еще очки, потому что стружка летит, попадет в глаз, сложно будет достать. У меня, кстати, был опыт такой печальный. Не помню, то ли стружка, то ли пластмассовая. В общем, что-то прилетело в глаз, повредило роговицу. И, если бы это был металл, можно было достать. А так пришлось несколько дней быть слегка на один глаз слеповатым. Пока не прошло. Само не вышло. Так, единственный момент, что режет этот диск всего 3 сантиметра. Соответственно, тут 65 примерно. То есть, осталась ведь серединка. А вот доски там 4,5-50 миллиметров. Режется легко. Все, друзья. Дальше начну монтировать профлист. Сейчас прям по поверху звукоизоляции заказчика устилаю все пароизоляции. Сверху еще слой акустик бац. Сверху битум. И сверху профлист. Объект маленький, но благо... Сейчас, давайте покажу. Благо, у нас почти последний этаж. Проходимость здесь почти никакая. Лично я за два дня никого здесь не видел. Вот. И поэтому весь материал... Ну, не весь. Это профлист, арматура, сетка, битум. Все стоит здесь на лестнице и ждет своего часа. Вот старая чугуньина сейчас. Может, найду дворника, отдам ему. Так что удобно, когда можно на маленьком объекте куда-то все вынести. Потому что, если бы сейчас все находилось в квартире, ну, соответственно, это дополнительные сложности по перемещению. То есть пришлось бы постоянно переносить материалы туда-сюда. А повесить на стену, допустим, здесь даже особо некуда. Потому что на данной стене здесь у заказчика осталось в том числе телевизор. Та стена у нас. Ну, во-первых, там уже доски лежат. Ну, и деревянная. Здесь тоже деревянная. Здесь окна. Здесь тоже с соседями. Поэтому на стены размещать некуда. Хорошо есть парадная. Ну, хотя так себе парадная. Черная лестница. Все, друзья. Продолжаем. Дальше уже без остановок. Профлист. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Любит праздник и громкий смех. Пыль, дорог и ветра свист. Он был везде. Он был везде и всегда своим, влюблял в себя целый свет. И гнал свой байк, а не лимузин. Таких друзей больше нет. И в гостиной при свечах он танцевал, как бог. Все, что имел, душа тратил и за порог сделан шаг. Мой друг давал команду братьям, вверх поднимая кулак. Ты летящий вдаль, вдаль, ангел. Ты летящий вдаль, вдаль, ангел. Ты один только друг, друг на все времена. Немного таких среди нас. Ты летящий вдаль, беспечный ангел. Под гитарный жесткий рок, который так мил. На хорлее он домчать на смог до небес и звезд любых. Но он исчез, и никто не знал, куда теперь мчит его байк. Один бродяга нам сказал, что он отправился в рай. Ты летящий вдаль, вдаль, ангел. Ты летящий вдаль, вдаль, ангел. Мощь со союзником в рая, в ту ночь против тебя одного. Ты летящий вдаль, беспечный ангел. Ты летящий вдаль, вдаль, ангел. Мощь со союзником в рая, в ту ночь против тебя одного. Мощь со союзником в рая, в ту ночь против тебя одного. И летящий вдаль, вдаль, ангел. И летящий вдаль, беспечный ангел. Мощь со союзником в рая, в ту ночь против тебя одного. Там, на самом, на краю земли, в небывалой голубой дали, В немля звуком небывалых слов, сладко-сладко замирает кровь. Там ветра летят, касаясь звезд. Там, в деревья, не боятся груз. Океанам вредят корабли. Там на самом, на краю земли Что ж ты, сердце, рвёшься из груди? Погоди немного, погоди Чистый голос в небесах поёт Светлый полдень над землёй встаёт Таймлап закончен Залито стяжечка Завтра осталось почистить Так, решил снять сейчас сразу Не оставлять на завтра Пока помню о чём хочу сказать Во-первых, заливая летом Если вы делаете самостоятельно Помните о том, что солнце встаёт рано Даже если на улице не сильно жарко То через окна нагревает И стяжка очень быстро встаёт Поэтому если солнечные окна То я вот закрываю их Чтобы сильно не светило И тем не менее Приезжаю утром на следующий день Где-то часов в 7-8 утра Потому что лучше приехать пораньше Чем потом мучиться Особенно там, где много примыканий Так Ну, по примыканиям Ладно, завтра покажу Что ещё? Не забываем Пути к отступлению По технической части Для тех, кто самостоятельно делает Про венчики Взял венчик сейчас Обычно Всегда покупал Такие То есть Две спирали Вот Лопнул он В этот раз Не было таких венчиков Взял с тремя спиралями И видите Наверху Нету Перемычки Плюс Есть Такие вот здесь Зазубрины Что это даёт? Венчик Сильнее Быстрее Забуривается в раствор Вот Но благодаря трем спиралям Очень И отсутствие перемычки Сильно раствор И вода летит вверх Поэтому если На больших оборотах Вытащить То фонтан И всё это Разбрызгивает в стороны Что неудобно Варианта два Либо работать на Низких скоростях Что получается Долгая нагрузка на двигатель Большая Либо держать Венчик Максимально глубоко Что тоже тяжело То есть Не рекомендую Вот именно Для замесов ЦПС Такие венчики То есть возможно Для других смесей Для гипса Для клея Хорошо Вот поэтому Надеюсь Вернутся обычные Венчики Которые я брал Так И Минутка здоровья Я знаю Что многие работают Кто работает Мастера Даже без перчаток Руками Суровые То есть Если вы хотите Чтобы ваши руки были Как старая наждачка Ну окей Но Многим В том числе мне приходится Этими руками трогать Детей Любимых Поэтому я Не сразу Но Понимаешь Нужно заботиться Поэтому Использую сейчас Сейчас Сниму Под обычные перчатки Одеваю Латексные перчатки Вот Таким образом Руки Не так сильно Подвержены Химическим реакциям Потому что Раньше Когда заливала Особенно большие объемы Разъедала кожу И прям до Таких кровавых язвочек Вот Ну и плюс Кожа была сухая И так далее Поэтому Под низ Латексные перчатки И дополнительно Еще Можно допустим Кремом Чтобы Полезно И приятно В общем Все Оставляем Сохнуть До утра Утром почищу И еще Покажу Теперь уже полностью Все высохло Почищено Теперь Можно и показать Сначала По опалубкам Оставлены Были опалубки Три штуки Для подключения воды У нас Видите Болепропиленовая Такая большая Чтобы туда запихнуть Паяльник Здесь опалубка Ставлена под трап Чтобы выставить его В нужных плоскостях И Довольно большая опалубка Но Сантехник попросил сделать Вот именно такую Чтоб можно было Наверное Если что Сдвигать трубы Туда сюда По поводу Выхода на инсталляцию Здесь я опалубку не делал Залил поверх И сегодня Расковырял Небольшой лайфхак Для тех Кто делает самостоятельно Такие моменты Обязательно Убирайте резинку Уплотнительную Ну Можно прямо здесь ее оставить Просто так удобнее будет Вытаскивать крышку Потому что Если будет резинка То вытаскивать ее Крайне затруднительно Так что Пускай она здесь лежит Потом Достанет Так На входе у нас Получилась Такая история Недавно была На одном объекте И тут Опять То же самое Была оставлена Старая стяжка Правильнее было бы При демонтаже ее убрать Но не убрали Поэтому здесь у нас Где-то Сантиметр Чуть больше Перепад Вчера кстати Вот стяжка Немножко зашла сюда Но сегодня чистил Естественно все это Отскочило Поэтому в дальнейшем При Ну или перед Приличными работами Во время приточных работ Эту плоскость Либо Клеем приточным Либо Равнителем Подлить Так По этому Стойку Здесь есть проблема С доступом К соседям То есть возможно будет Меняться возможно нет Но Также по просьбе сантехника Я оставил такой Он просил пакет заложить Но Как-то не эстетично Не люблю я пакеты Поэтому Он Взял пластик То есть Главное что труба Двигается Все Полипропиленовые трубы В Энергофлексе То есть Что стояк с водой Что трубы Отопления Обязательно В Энергофлекс Так И еще одно место Но Это больше для заказчика Но Покажу вам Здесь у нас получилась Самая тонкая стяжка Если помните Здесь была лага На которой стоит стена И здесь Толщина стяжки Сантиметр Два Видно даже вам Пароизоляция Торчит Вот Это место Может пойти с трещиной Если это появится То Ну если не появится То можно Напольное будет прям так сделать Тем более Если финишем налить Если же Потрескается То убрать Почистить И залить Так же равнителем Все друзья Все что касается стяжки Понятно Все закончено Вот Вообще Что Хочешь сказать Спасибо заказчику Спасибо Николаю Значит У Николая есть Можно сказать Сеть шиномонтажей Вот Он мне до этого Предлагал Какие-то свои Помощь Но Было не нужно И тут вот совпадение Начал работать Как-то вечером Поехал домой Живем уже на даче И на ЗСД Пробил колесо Причем так Капитально пробил Там и боковой порез Там с заходом На рабочую зону В общем Расстроился на самом деле Думал все Колесо на выброс Потому что Ну Обычно при таких порезах Все Колесо выбрасывается Поэтому я уже приуныл Думал все Надо покупать два колеса Ну почему два Потому что колеса эти Я взял вот недавно Перед этим Летним сезоном Ну и взял не в наших магазинах Взял с Германией комплект Потому что Ну моего типа Размера таких Не было в марке Как я хотел Вот и соответственно Я уже посмотрел В магазинах Такого ничего нет То есть с Германией Заказать одно колесо Тоже невозможно Короче Приуныл И тут Вспомнил Потому что Николай же вот Шиномонтаж Приехал к Николаю Только для того Чтобы Подтвердил мне Что все пропало Но оказалось Что у Николая Супер оборудование То есть там Завариваются И любые порезы И спасибо Николаю Колесо мы ее спасли Поэтому друзья Кому нужен качественный шиномонтаж Уральская 14 Аквазона Там шиномонтаж Николай Делает Супер Спасибо Вот и еще один момент Сейчас жара Лето Работать тяжело Казалось бы Но всегда нужно Искать свои плюсы Летом Можно взять От старого фонда Частичку Так сказать Тепла Огонька И Поднять себе Моральный дух И настрой Поэтому с позволения Опять же Николая Я взял Немножко Досок Для того чтобы Вдохновляться Все друзья До встречи на новом объекте Всем нашим встречам разлуки Увы суждены Тихий печален ручей У янтарной сосны Тепла Типа Моя Солнышко Лесное Лесное Где В каких Краях Встретишься Со мною Солнышко Пожден Типа